Ребята, всем привет! Продолжаю собирать GTD 350. Сегодняшний видеоролик начну со сборки компрессора. Ну а пока он не собран, вскрыт, так сказать. Собрал такой вот небольшой стенд. И хочется показать вам и рассказать, что здесь к чему. Весь этот двигатель создан так, чтобы можно было разделить на отдельные узлы, которые взаимозаменяемые. Например, вот эта турбина снимается вот так. Турбина с компрессором соединяются маленьким валом, который, как ни странно, выдерживает огромные нагрузки. Здесь на привод компрессора по 1000 лошадей затрачивается. Обороты здесь 45000, поэтому крутящий момент не особо большой. И может такой маленький валик выдерживать столь высокую мощность. Компрессор тоже является отдельным узлом. Вот его и хочется собрать. У меня уже готов редуктор. Готова турбина газогенератора. Ну а посредине, в этом пространстве, между турбиной и компрессором, располагается двухступенчатая свободная турбина, которая имеет обороты поменьше. Но зато крутящий момент гораздо больше. Она и выдает ту самую полезную мощность, которую мы можем снимать с вала. Вот так она выглядит. Здесь шестерня, которая передает крутящий момент на еще более крупную шестерню. Редуктор 1 к 4. И в итоге на валу мы имеем 350-400 лошадей мощности на максимальном режиме. Турбины эти между собой механически никак не связаны. То есть вот это по сути просто газогенератор, который вырабатывает газ для питания свободной турбины, которая выдает уже полезную мощность. В общем-то как-то так. Вкратце вроде бы постарался это все описать. А теперь буду собирать компрессор, как и собирался. С чего начать? Наверное, надо вкинуть лопатки вот сюда. И скрутить это дело. Пока ничего не вращается, но сегодня мы раскрутим этот компрессор. Я думаю, так или иначе, как-нибудь мы его раскрутим по-любому. Чуть ли не новый крепеж после галтовки. Эти болты как раз для соединения двух половин. Интересно, удастся ли с первого раза запустить этот двигатель? Самодельный запустился раза с десятого. Надеюсь, здесь не придется по нескольку раз разбирать его и переделывать. Потому что здесь, конечно, времени в разы больше на это надо. Плюс трудозатраты гигантские. Одних только гаек и болтов здесь сотни. Но мы легких путей не ищем. Будем побеждать. Использую гайки без контровки. Обычные, новые. Авиационные я не ставлю. Они хуже будут накручиваться. Использую новые. Как раз на тот случай, если вдруг придется разбирать. Все-таки, когда оно начинает вращаться, чувствуешь неописуемый просто восторг. Проделанные работы. Да, это всего лишь мое хобби. Мне просто интересно этим заниматься. Но тем не менее, кто-то на охоту ходит, кто-то на рыбалку, кто-то на футбол. Мне вот нравятся реактивные двигатели. Не только реактивные. Много что интересно, друзья. Просто я что-то завязался с этими двигателями. В какой-то адской долгой перспективе. Уже давно этим занимаюсь. Хотелось бы конечно и чем-то другим заняться. Но пока не разберусь со всеми этими делами. На другое переключаться не буду. Затянул около 50 болтов. Теперь можно установить еще одну деталь. Этой деталью будет входное устройство. Также оно служит опорой для подшипника. Вон он там внутри. Но мы поставим новенький, ребята. Который не будет хрумкеть, а будет плавно вращаться. Вот такой. Это как раз таки этот типоразмер. Нульц! Напрессовался. Старый пришлось снимать варварским способом. Но по-другому он сниматься никак не хотел. Делаем надпильчик сбоку болгаркой. Он трескается. Видно трещинку даже. И потом снимается. Довольно таки легко. А новый садиться не хотел. Видимо посадка все-таки должна быть на горячую. Видимо с натягом здесь. Уже как-то центрируется немного. Отлично! Все вроде бы нормально получается. Собираю вот здесь дальше. Здесь у нас устанавливается балансировочный груз. Его когда-то на заводе отбалансировали. И он становится все время в одно и то же положение. Сначала идет груз, потом идет шайба и болт. Здесь нужно обязательно законтрить. Все-таки это вращающиеся части. И здесь все очень опасно. Настало время крупных деталей. Нужно как-то внедрить вот сюда этот компрессор. Немного подчищаю шабером место контакта. Задача совмещения этих деталей не из простых. Потому что нужно каким-то образом вкинуть сюда подшипник. А точнее шарики. Вот они шарики. Они довольно-таки крупные и на масле не очень-то хорошо сидят. Нужно как можно более густое и клейкое масло. Я вот взял такую пасту, ребята. Благо ребята обзаботились. Прислали мне из ВМП авто. В общем уже намазываю. И сейчас буду вкидывать. Как раз таки пригодилась точно в тему. Ну что ж, попробуем. Один раз у меня уже все повыпадало. Задача не из простых. Как-то надо очень быстро это все делать. Ни один шарик не должен упасть. И плюс точно попасть надо. Короче говоря, сложная процедура. Из-за того, что шарики большие, они тяжелые и норовят выпадать. Были бы они маленькие, такой проблемы не было бы. Так, есть шарики на месте. Попробую вкинуть. Попробую вкинуть. Попробую вкинуть. Такое ощущение, что успешно. Вот как это теперь выглядит. Здесь накручивается шестерня и гайка. Ну а также нужно прикрутить снизу. Здесь очень много болтов. Пока полностью не закрутил вот эту гайку. Вал не хотел легко вращаться. Что-то там цеплялось, что-то скрежетело. Я уже начал волноваться. Вдруг что-то попало, вдруг как-то косо пошло. Но ничего страшного, друзья. Все получилось нормально. Легко крутится, легко вращается. Давайте попробуем, есть ли какой-нибудь ветер из этих отверстий. То есть дует ли оно вообще хоть как-то. Возьмем мега прибор, мега измеритель ветра. В километрах в час будем измерять. Для начала попробую рукой покрутить. Что получится? Будет ли какое-то движение? Ух ты! Даже вот слегка кручу. Уже вентилятор крутится. Показывает скорость. Больше двух километров в час. Вот это да! Это от руки, ребята. Если чем-нибудь более существенным покрутить, будет естественно выше. Ну а если приложить сюда очень много лошадей, очень большую мощность, то выдаст 6 атмосфер давление и огромный расход. Итак, ребята, компрессор готов. Турбина тоже готова. Теперь это все совместно может перемещаться, качать воздух и создавать много огня. До огня еще далеко. Едем дальше. Сейчас по плану соединить две этих крупногабаритных детали. Это компрессор и редуктор. Можно будет потом поставить стартер. Он ставится на этот фланец и попробовать крутануть. Агрегат потихоньку собирается. Попробовал пальцем крутануть. Это очень жестко. Но получается. Смотрим. Палец не сломал. А вот и стартер. Я уже снял фланец. Сейчас буду устанавливать. Обратите внимание, какой он гигантский. Я вам даже могу показать в сравнении с автомобильным. Это стартер от старого BMW. А сейчас в автомобилях еще меньше. Те стартера, которые с редуктором, они совсем маленькие. Вот можете обратить внимание, какая разница. Чтобы крутануть этот стартер, понадобится несколько автомобильных аккумуляторов. Здесь фланцевое соединение. Соединяется через две половинки алюминиевых и затягивается хомутом. Ну вот и стартер на месте. Теперь есть чем раскручивать двигатель перед поджигом. А это очень важно. Нужно очень много мощности. Также стартер служит еще и генератором. То есть после того, как двигатель раскрутится, заработает, стартер начинает генерировать электроэнергию для бортовой сети. Все время меня спрашивают, почему я запускаю с помощью аккумулятора все, а не с помощью, например, блок питания. Но вот есть у меня такой блок питания в работе. Он примерно на 500 ватт. Давайте попробуем, будет ли запускаться стартер от него. Видно, свет моргает. Все гудит, но не запускается. Давайте посмотрим, насколько проседает электричество. Видите как? То есть блок питания тянет с сети. Но мощности абсолютно недостаточно. Ток маленький. Видно, пошел дым. Значит будем пробовать аккумуляторами, как положено. Ну а вот такая система уже должна работать. Пару очень мощных проводов. Здесь палец толщиной. Вот этот аккумулятор. Правда, он разряженный, мертвый. Он набирает всего лишь десятую часть емкости. Но тем не менее, я думаю, такая установка уже работать будет. Ну что ж, вот это плюс, а это минус. Погнали! Компрессор работает, ребята, давайте попробуем, идет ли ветер. Конечно, слабо вращает, здесь нужно 4 аккумулятора как минимум, тогда будет все ок. Ну вот, ребята, как можете заметить, оно уже почти работает. У меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всех благодарю за внимание и всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok